Ну что ж, всем еще раз здравствуйте. Это вторая часть моего видеосюжета, посвященного оформлению цифровых пропусков на передвижение по Москве. В первой части я вам рассказал, как оформляются пропуска для работающих граждан. Во второй части я уже хочу рассказать непосредственно про такую категорию передвижения по городу, которая называется «разовая поездка в иных целях». Вот давайте мы сейчас ее выберем, и я расскажу, как оформляется пропуск в данной ситуации. Прошу обратить внимание на то, какое описание выдает нам программа, система, подходит для поездок в иных целях, не связанных с работой и посещением медицинской организации. Выдается на один календарный день, получить пропуск можно не более двух раз в календарную неделю. То есть, как вы понимаете, вот система пропусков у нас сейчас заработает с 15 числа, то есть с 15 апреля, да, со среды. И именно вот со среды по воскресенье, именно вот в этот промежуток времени, в эти пять дней, вы можете получить два таких пропуска. То есть именно со среды по воскресенье получится сейчас, а не с этой среды по следующую среду, 22 апреля. На следующей неделе уже ваш лимит будет новый. Куда, собственно, можно оформить такие пропуска? Я звонил на горячую линию портала mos.ru номер 849577. И общался со специалистом, который мне рассказал, что такой пропуск можно оформить для передвижения, если вы поехали на дачу. Также, если вы едете на вторую вашу квартиру, если у вас имеется, да. То есть это подходит для тех лиц, у которых имеется оформленная недвижимость, да. То есть это, в первую очередь, жилые помещения, к которым, ну, просто понадобилось поехать с одного места жительства, да, которое у вас постоянно получается. Плюс есть еще такая вещь, как ваше фактическое место проживания и прописка. То есть это адреса, на котором вы фактически проживаете, и также адрес вашей прописки, который у вас указан в паспорте. Вот вы, как вот я понял, имеете право перемещаться между вот этими адресами в том числе. Ну и также, кто, у кого есть дача, те имеют право поехать на дачу, и такой пропуск им, соответственно, тоже подойдет. Давайте посмотрим, как он оформляется. В первой части я уже вам рассказывал, еще раз говорю, про оформление пропусков для работающих лиц. То есть тут, в принципе, отличий не так уж много. Единственное, вот сейчас я вам покажу. Данные фамилии и имя отчества также должны, по идее, уже программой сюда быть введены. Из данных вашего аккаунта, который вы имеете на портале мост.ру, также вы здесь указываете ваш мобильный телефон, адрес электронной почты. То есть на адрес электронной почты, помимо того, что у вас здесь вот появится на экране ваш пропуск, да, после того, как вы заполните все, также он будет вам отправлен на вашу электронную почту. То есть, получается, он будет продублирован. Дальше смотрим. Также указываем данные ваши персональные документы, удостоверяющие личность. То есть это паспорт российский, военный билет. Ну и тут список достаточно большой. На самом деле, конечно, есть одна проблема с водительскими правами. Я не особо понял на их счет, потому что это официальный документ, удостоверяющий личность. Вот насчет этого я, к сожалению, сказать не могу. Как можно, соответственно, передвигаться с водительскими правами. Особенно это, конечно, будет актуально для автомобилистов. Идем дальше с вами. Ну, то же самое здесь. Если вы передвигаетесь на личном служебном автомобиле, ну, здесь, если вы в своих целях, то логично, что на личном транспорте автомобиле, здесь указываете его госномер. Передвигаетесь, если на общественном транспорте, то есть автобус, троллейбус, трамвай, метро. Можете указать номер транспортной карты тройка, которой вы пользуетесь. То есть номер 10 цифр на обороте вашей карточки в верхнем левом углу. И дальше идет уже самое интересное. Именно вот здесь вот вы указываете уже маршрут вашего передвижения. Адрес отправления, то есть, опять же, это идет адрес места жительства или пребывания, о чем я, собственно, и говорил. То есть, получается, сейчас по режиму самоизоляции вы имеете право находиться только либо на вашем постоянном месте жительства, или вообще на том объекте недвижимости, который у вас находится в собственности, то есть где вы имеете право проживать. Это как раз и подразумевает собой место пребывания вашего. И вы как раз здесь указываете именно то место, откуда вы будете отправляться. И, соответственно, адрес назначения тоже указываете. То есть, если вы едете на дачу, то дачи у многих расположены в Подмосковье. Мало у кого дачи в Москве, потому что уже довольно-таки не так уж много деревень остается на территории Новой Москвы. То указываете здесь, соответственно, Московскую область. И, соответственно, желательно, конечно, городской округ указывать в Подмосковье. То есть, если у вас дача в Московской области находится. Потому что есть случаи, есть примеры расположения населенных пунктов. В первую очередь, деревень с одинаковым названием в разных городских округах. И, соответственно, цель поездки, куда вы едете. Пишите на дачу, на вторую квартиру и так далее. И здесь мы видим срок действия цифрового пропуска для выбранной поездки составляет один календарный день. То есть, здесь, ну, пока что только 15 апреля есть. Потом, соответственно, будут открываться следующие даты. Обращаю внимание на то, что, еще раз говорю, пропуск такой можно получить два раза в неделю. То есть, если вы сумеете управиться одним днем, да, поехать на дачу с утра пораньше и вечером вернуться. То есть, это у вас будет одна поездка. Это все можно будет использовать для этого один пропуск. То есть, для возвращения в тот же самый день второй пропуск регистрировать не нужно. И, соответственно, сможете потом, еще в другой день, получить второй пропуск для точно такой же поездки. Точно так же подтверждаете, что вы не робот и нажимаете кнопочку «Получить». Она тут расположена чуть ниже. Вот я его показываю. И перед вами появится на экране ваш непосредственно пропуск. Пропуск имеют право проверять сотрудники полиции, контролирующие лица организации. Честно говоря, на самом деле не очень понял, кто именно, кого именно подразумевают под этими словами, которые я вычитал на официальных сайтах. Но вот тем не менее. Также обращаю внимание на то, что все данные могут быть проверены. Ну что ж, я надеюсь, это видео вам было полезным. Желаю, чтобы у вас не возникло проблем с оформлением данных, скажем так, документов. И, конечно же, желаю никому не болеть. Особенно в это довольно-таки тяжелое время. Ну что ж, всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok